Бывало ли у вас такое, что как только наступает осень, то сразу пропадает желание учиться, работать, что-то вообще делать, да и вообще жить, пропадает настроение и появляется полная апатия? Так вот, это называется осенняя депрессия, ну или, как лучше назвать, мне кажется, осенняя хандра, о чём мы и поговорим в сегодняшнем выпуске «По душам». Всем привет, я Настя Черри, это мой вишневый блог, и в рубрике «По душам» я рассказываю всё, что у меня на душе и чем я хочу поделиться с вами и обсудить. В этом выпуске мы поговорим про так называемую осеннюю депрессию, хотя сейчас, в период такой, когда мы наконец-то доходим к тому, что люди понимают, что такое депрессия и что это действительно болезнь, думаю, будет более этично назвать это осенняя хандра, потому что настоящей депрессией это на самом деле не является, так что если у вас периодически сезонно, осенью, зимой появляется ощущение депрессии, апатии и так далее, скорее всего это просто связано с переменами сезонов, а не как с ментальным здоровьем и хроническими какими-то болезнями. Так что не переживайте, и давайте поговорим об этом, почему это вообще случается, по моему мнению, как я пытаюсь с этим бороться, и вообще мой взгляд на эту ситуацию, потому что сейчас, в данный момент, это то, что меня действительно беспокоит. Лет с 12 я считала осень своим любимым сезоном в году, до этой сих пор, в принципе, так считаю, потому что это очень атмосферное время, которое возвращает меня в хорошее воспоминание, а конкретно мой любимый месяц, почему-то всегда был октябрь, я не знаю почему, с чего это началось, видимо, просто был очень удачный месяц, и я решила, что значит все октябрь будут такие. И, в принципе, так и было, я думаю, это было какое-то самовнушение, что я вот говорила себе, так, сейчас будет октябрь, мой любимый месяц, у меня всегда получается все в октябре, тогда каждый год будет октябрь просто замечательным. И, на удивление, так и было, вот сейчас я начала в этом сомневаться, и я понимаю, что, скорее всего, это просто была какая-то моя внутренняя мотивация считать, что этот месяц действительно самый лучший, почему-то, именно из всех 12, для меня именно удачный. Я не хочу сказать, что осень стала хуже сейчас, просто как-то с этого года она ощущается совсем по-другому, я впервые, наверное, так сильно почувствовала вот эту приходящую осеннюю хандру. Обычно у меня такое случается только зимой, потому что, ну, зима это довольно-таки депрессивное время, для меня еще больше, чем осень, и это вообще отдельная тема, но в этом году осень меня тоже конкретно подбила, я не знаю, почему именно в этом году, возможно, потому что я вошла в такую взрослую жизнь после 20, да, это так считается, наверное, и мне трудно сейчас смотивировать себя к чему угодно. Я сейчас начала работать, о чем я рассказывала в прошлом выпуске по душам, я еще начала учиться, опять же, в том выпуске было про это, я пытаюсь продолжать заниматься спортом, не очень получается, спойлер, я пытаюсь тоже снимать видео, тоже очень тяжело сейчас дается, и я просто понимаю, что я трачу свое время на то, чтобы просто лежать в кровати, если оно есть свободное, и меня это очень сильно бесит, потому что летом я себя чувствовала супер смотивированной, я ела очень хорошую еду в плане здоровую пищу, я занималась спортом практически каждый день, ходила много шагов, я снимала видео, я куда-то ездила, я что-то делала, я много читала, много смотрела и так далее, а сейчас все, что я хочу, это просто лежать, иногда даже ничего не делать, вот просто тупо смотреть в пустоту, я просто, когда ко мне пришло это осознание, я сначала немного опешила, потому что у меня такое бывает очень редко, как бы, периодами, и я впадаю в такую апатию, я очень, как бы, предрасположена к такому апатическому состоянию, и сейчас я поняла, что это все-таки связано со сменой погоды, и оно так резко ударило, потому что в Варшаве, по крайней мере, я не знаю, как и в остальных странах, осень началась очень резко, весь сентябрь и даже начало октября был очень теплым, просто как лето, и даже сейчас октябрь, не октябрь на самом деле, уже конец октября, почти ноябрь, но погода все еще довольно-таки теплая, и вот как только резко начала погода снижаться, резко начала снижаться мотивация вообще к чему-либо, и это заметно по всем, потому что все хотят больше спать, все хотят больше есть, все хотят просто лежать, из моих знакомых, по крайней мере, у всех такое ощущение, я поняла, что это задело практически каждого, мы как животные просто готовимся к спячке зимой и объедаемся едой, чтобы побольше сохранить тепло, просто, ну, мы готовимся к спячке как будто бы, хотя мы такого не делаем, но я почитала, кстати, перед тем, как снимать это видео, и оказывается, в этом действительно есть какая-то связь, и вот животные меняются перед зимой, там, скидывают шубку, пытаются войти в спячку, то же самое делают и люди, подсознательно, вот я себя так ощущаю, я ощущаю себя какой-то лисичкой или медведем, который готовится к спячке просто, если уже не в ней. И вы не представляете, сколько сил мне понадобилось сейчас, чтобы сесть и снять это видео, хотя это не забирает у меня так много сил, как, например, монтаж или, собственно говоря, работа, учеба, это мне в кайф, это мое хобби, но даже это я так не хотела делать, и я не занималась спортом тоже около месяца уже, потому что я просто не хочу, я просто не смотивирована на это. Сегодня я еле как себя заставила, просто сегодня я разрушаю все, что было до этого, потому что я делаю то, что я должна делать, то, что я хочу делать, и пытаюсь выкинуть вот эту апатию из своей жизни. И я думаю, многие поймут, о чем я говорю, потому что действительно это касается очень многих людей, вот эта смена погоды, смена сезонов, она очень сильно влияет на нас, даже если мы этого не подразумеваем, не понимаем, потому что я изначально думала, что просто, может быть, что-то со мной поменялось, что-то в моей голове и так далее, но нет, на самом деле я поняла, что многие мои близкие чувствуют себя так же, только из-за того, что сменилась как бы погода, я к этому уже дошла потом и поняла, что со мной все в порядке, так что если вдруг вы такое ощущаете, это окей, все хорошо, это большинство людей проходит через это, и у вас все хорошо, и скорее всего, с наступлением весны и теплоты, это все пройдет, ну или даже раньше, если вы как бы смотивируете себя достаточно, если вы будете работать над этим, и, собственно, сейчас я бы хотела рассказать, как лучше всего смотивировать себя, перебороть вот эту осеннюю хандру, я не говорю совершенно как эксперт какой-то в этой сфере, просто скажу с моего опыта, что мне помогает смотивировать себя, вот пройти через эту хандру, через вот эту апатию. Во-первых, это яркая одежда и яркие вообще элементы у себя в стиле, я знаю, не все любят выделяться, но действительно, когда ты ходишь по улице осенью-зимой, и ты видишь, как все идут в черном пальто, черные курточки, все черно-белое просто, мир кажется таким серым из-за погоды, и так достаточно, делайте то, что заставит вас порадоваться, вот и все. Просто нужно в каждой сфере вообще вашей жизни, даже самой маленькой, искать какие-то хорошие вещи, то есть это может быть хорошая музыка тоже, которая вас вдохновляет что-то делать, это может быть хороший фильм просмотренный, который ваш любимый, не знаю, и мотивирует вас действовать, или там сериал какой-то, книга может быть, просто что-то, что каждый день может поднимать вам настроение, давать вам мотивацию что-то делать. Мне это помогает себя чувствовать лучше, даже одна слушанная песня, которую я люблю, или одна серия любимого моего сериала поднимает мне настроение, и я уже как-то себя лучше чувствую. Потом второе, это обязательно пытайтесь хоть немного сбалансировать ваше питание. Осень это очень резкий переход в вот это безсолнцевое состояние Земли, которое продлится еще до середины весны, и нам не хватает очень много витаминов, и мы вот пытаемся это в еде как-то взять, нездоровые в основном. Нужно попытаться это как-то немного контролировать, потому что все-таки с такой нездоровой еды мало получаем витаминов, которые наш организм требует после того, как погода изменилась. Мы получаем меньше солнца, и нам не хватает просто витаминов. Это еще один пункт, начинайте сразу же, как начинается осень, пить любые витамины. Лучше всего это сделать анализы крови, понять, какие вам нужны витамины действительно, это уже посоветуюсь с доктором, либо просто принимать какой-то комплекс витаминов, я так делаю. И я начала чувствовать себя действительно лучше, когда я начала принимать витамины, они дают хоть какую-то энергию и здоровье, ну да, потому что сразу же, как только наступает осень, мы начинаем болеть. И я хочу поделиться, что я еще ни разу не заболела за осень, хотя я раза три была близка к этому, но я вот очень быстро начинала реагировать, поэтому дальше просто какой-то легенькой простуды однодневной, ничего не зашло, и хорошо, в принципе. Да и, в общем, эти советы такие общие, просто окружайте себя тем, что вам действительно нравится. Какое-то хобби, которое вам нравится, любимая музыка, книги, сериалы, одежда, прическа, макияж, люди. Это все очень важно, чтобы быть в хорошем настроении в любую пару года, просто в некоторые стоит больше делать вбор именно на здоровье организма, например, потому что от этого уже часто зависит наше настроение. Так что ни в коем случае не бойтесь осени или зимы, или вообще просто смены какой-то в жизни, даже если это и от вас зависит, и не от вас, просто идите ко всему с улыбкой на лице, и старайтесь не зацикливаться на плохом, а думать только о хорошем. И, опять же, ценить то, что вы имеете в жизни. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте ваши пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, и пишите в комментариях, как вы справляетесь со семьей хандро, если она у вас есть. Всех вас очень люблю, всем пока!